Студенты из Кыштыма потерялись в районе горы Сугамак. Молодые люди без проблем забрались на вершину, а вот когда стали спускаться, заблудились от тех, кому потребовалась помощь спасателей, расскажет наш корреспондент. Они выбрали неверную дорогу. В итоге к городу, как думали, не вышли, а забрели еще дальше в лес. Когда на улице стало темно, студенты поняли, что без помощи спасателей не обойтись. Туристов искали пешком и на квадроцикле. Обнаружили в девятом часу вечера в пяти километрах от дороги. Студентов благополучно доставили в город. Был на краю моста и мог упасть прямо в реку. Сотрудники охранного агентства спасли мужчину, которому стало плохо, и он едва не сорвался вниз. Этого дедушку обнаружили лежащим у самого края моста на улице Новомеханической. Одно движение, и пожилой человек оказался бы в воде. Охранники помогли мужчине подняться. Он был трезв, но жаловался на боли в сердце. При разговоре выяснилось, что мужчина не помнит, как оказался на мосту. Ему вызвали медиков и врачи увезли старика в больницу. Пожилой мужчина, страдающий потерей памяти, заблудился в селе Октябрьское. Помог найти человека, местный участковый. Пожилого человека сначала заметили местные жители. Мужчина вечером в растерянности бродил по улицам. Потом люди позвонили участковому. Полицейский нашел старика и расспросил, что случилось. Дедушка рассказал, что ему 75 лет, он вышел в магазин, вернуться домой не смог, потому что забыл туда дорогу, а телефон с собой не взял. Служители закона оперативно установили его место проживания и доставили домой, где передали дедушку сыну. В Кослях нашли труп 54-летнего мужчины. Родные умершего сообщили правоохранителям, что он долгое время не отвечал на звонки и не реагировал на стук в дверь. На место вызвали спасателей и они вскрыли двери. Обнаружили местного жителя, уже мертвым. Причины его смерти выясняются. Златоустовский школьник изрядно напугал свою маму, когда крепко уснул и не открывал родителям двери в квартиру. Он заперся на задвижку изнутри. Он не слышал лай собак и грохот железной двери. Мама перепугалась и вызвала спасателей. Когда они вскрыли квартиру, оказалось первоклассник просто крепко уснул. С ним оказалось все хорошо. В Челябинске пожарные спасли застрявший на сосне квадрокоптер. В парке культуры и отдыха имени Гагарина мужчина снимал пейзажи с помощью дрона. При посадке летательный аппарат застрял в кроне дерева. Самостоятельные попытки Челябинца достать устройство не увенчались успехом. Мужчина обратился за помощью к спасателям. По трехколонной лестнице те поднялись по стволу дерева и сняли квадрокоптер.